Звучный голос разлетелся по всему зданию. Вот теперь пожарная сигнализация в порядке, подытоживает инспектор. В ходе же прошлой проверки часть датчиков была неисправна, часть и вовсе отсутствовала. В этом году систему оповещения в театре для детей и молодежи модернизировали. Устранили и другие замечания, возникшие некогда у сотрудников ПОЖНОДЗОРа. Прошли значительные изменения в части обеспечения пожарной безопасности. Например, были установлены сертифицированные противопожарные двери, которые были одной из основных требований, которые мы предъявляли. В настоящее время учреждения соответствуют требованиям пожарной безопасности. В канун новогодних праздников у сотрудников МЧС внеплановая проверка, ревизия во всех помещениях театра, вплоть до подвального, где находится система противопожарного водоснабжения. Далее инспекторы смотрят, соответствуют ли требованиям пути эвакуации пожарные краны. Ну и, конечно, в первую очередь проверяют, как установлен главный праздничный атрибут. Основные требования, чтобы елка непосредственно размещалась на расстоянии не менее одного метра от веток до стен, потолка и каких-то других предметов. В принципе, здесь она установлена без нарушений. Также при установке елки в целях безопасности, как пожарной, так и личной, ПОЖНОДЗОР запретил использовать удлинители. То есть на полу не должно быть ни единого провода. Все они должны быть надежно спрятаны. В данном случае их решили провести по потолку. Новогоднюю красавицу в театре готовятся украсить в ближайшие дни. Уже и гирлянду на нее купили, и соответствующие документы подготовили. Ведь руководство головой отвечает за безопасность нескольких сотен юных зрителей. Праздники у нас будут проводиться с 26 декабря по 8 января включительно. В 11 часов и в 15 часов, кроме 7 числа. И 31 числа у нас будет в 11 только елочка. А вот в дошкольных заведениях новогодние утренники уже начались. В детском саду Буратино сегодня праздник у самых маленьких. В коридорах с самого утра уже стоят дежурные, следят, как малыши поднимаются по ступеням. Это тоже требование пожарной безопасности. Обязательный инструктаж проходят все воспитатели. Специальные памятки раздают и родителям. В нашем дошкольном учреждении ежегодно проводятся и предоставляются памятки для родителей по проведению новогодних утренников и развлечений. То есть памятки по пиротехническим изделиям, которые могут они использовать вне дошкольных образовательных учреждений. Информационные стенды и в группах, и в коридоре. Все как того требует правила. Огнетушители, запасные выходы тоже в порядке. А на елке только стеклянные несгораемые игрушки. К новогодним украшениям у инспекторов тоже особое внимание. Ведь для них сейчас главное, чтобы огни на новогодних елках горели не в буквальном смысле. Алена Шапилова, Василий Попурин. Новости Вологды.